Всем привет, друзья! Без 5.9 у нас на часах и минус 2 градуса на улице. Ясно, светло, хорошо. Всех сегодня поздравляем с последним масленичным днём, да? Сегодня самые большие праздники, наверное, в городах проходят. Вот. Но ещё и прощённое воскресенье, да, сегодня. Так что всех просим нас простить, если вдруг невзначай обидели. Специально, конечно, никого не хотели обижать, но невзначай бывает. Так что, в общем, просим прощения. Вот. Мы что едим? Мы блины едим. Вот такие вот сегодня румяные блинчики, но это потому, что они на сыворотке и молоке. Друзья, я вчера на стриме рассказывала рецепт. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Очень вкусные, но пекутся с румянцем. Даже на новых сковородках. Но это всегда на молоке. Они вот такие тёмненькие получаются. Вот. Но вкусные, да, бабушка? Да. Нам понравились. У нас тут крошку уже товарищи поели некоторые, да, Алёша, в смысле, и бабушка. Вот. Фима глинчик ест, сидит. Ой, какие люди проснулись. Что-то вы рано сегодня встали в девять-то утро все, а. Ладно. Ну, в общем, завтракаем. Будем завтракать. Ну что, пойдём маленько прогуляемся, посмотрим, что мужики делают. Два мужика. Ну что, идём. Иду, иду. Надо совет? Иду. Забирай, сразу же ставить его. Думаешь? Стави, а потом каранаду уже. Ну, давай, а ты шуруповёрт взял? Да. Короче, они мне хотят сегодня уже теплицу поставить. Эту парничок в теплицу поставить. Представляете? Алёша, тогда надо этот ведь. Утеплитель нести. Если сразу ставить, мы же его на утеплитель. А вот что это у меня? Тут ящики кошки поползали, точно. Видите, лежат на боку ящики. Я говорю, а где папа-то? Я думаю, какой-то мужик идёт, наверное, думает папа. Нюша убежала где. Знаете, какие подтаявшие бока-то. Что, вы открыли? Ага, теплица. Вот она. Алёша, так надо ведь утеплитель. Он тут сейчас лезет, а сейчас там. Я вот не помню, где какая часть. Угей, откуда. Слушай его. Кого? Что сейчас надо? Утеплитель отсюда, что ли? Конечно, его надо выкладывать. Всё, иди, одессе. А как он... Так подожди, надо же это, Алёша. Его там откопать надо сначала. Подожди, не торопись. Лопату надо и откапывать утеплитель. Где? Ну, маты. Вот здесь он, вот. Виноград укрыт. Там уже откопано, Дима, скажи. Кто откопан? Видишь, бряка, не ломай дверь новую. Неси лопату, будем откидывать. Ничего не понял, где у нас утеплитель. Вон он лежит. Я не помню, здесь он весь или не весь. Наверное, не весь утеплитель. Давай, аккуратненько только. Дверь не сломай, она из фанерки у нас. Да, вот так вот. Тортики режь. А ты, это, пополам ещё. А то на четыре части режешь. А ты что, решил привязать перчатку к сугробу? Ты её сейчас распустишь, оборви. Так, ну вот, режь ещё. Или что? Не, это большой, наверное, будет. По половинке хоть. Тебе не поднять такого. Скатывать только. О! Вот это торт свадебный. Что ты, что говорит, откопана? Я думал, ты говоришь, что будет там в контейнере? Да не, ну откуда в контейнер? Там же влажно. Ты чё? Я туда не ложу. Вот эти комки, помоги ему тащи. Так они тут мешать будут тебе телегу таскать. Дверь не сломай, она фанерная. Алёшка, ну сломай сейчас. Отскоблить надо. Давай, говори там, как отзываться. Сначала надо расстелить утеплитель. Так где-то иду, давай. Да, давай. А я сейчас, друзья, ролик поснимаю на дела хозяйские. Про этот парничок. Так что я отключаюсь. Смотрите там продолжение. Так, смотрите, друзья. Всё. Мята такое. Всё, я говорю, как откуда-то. Зашло. Вышло. В общем, как попало, свернули материалы. Из-за этого мяты, но ничего, выправится. Всё, тепличка у нас готова. Тепличка в тепличке. Кто спрашивал, как это мы делаем, вот так мы это делаем. Тепличка в тепличке. Красота. Ролик сняли. Так что смотрите, как это всё устанавливается. Что, зачем. У нас уже навык появился. Уже быстро мы это делаем. Раз-раз и готово. Раньше, знаете, первый раз, когда делали, прям капитальное строение. Нет, вот это стекловатая, это, конечно, очень вредная штука. Хороший теплитель, но такой пыльный. Вот. Короче, делали, как будто, знаете, у нас это будет хотя бы полгода стоять. Всё. Шурупиками скрепляли. А потом я уже пошла на следующий год, устанавливала вообще одна. Что-то некогда было мужикам. Вот. И... Что я хотела сказать. Короче говоря, думаю, зачем я 10 шурупов в одну речку вгонять буду. Мне же разбирать это буквально через 2 месяца, ну максимум, может даже через полтора придётся всё разобрать. Зачем мне это надо. И я, короче, стала буквально там в каждую речку, ну максимум 2 там с краёв сделаю и всё. То есть у меня, я загнала, ну, наверное, штук 7 шурупов на всю эту конструкцию. Вот сейчас вот, в данный момент. Остальное там где-то верёвочка привязала и всё. Здесь же ветра нет. Никуда ничего не упадёт. Она вполне такая, видите. Ну она немножко, если корнишно ломать, но такая вот конструкция. Но она всё равно никуда не упадёт уже. Всё. Вот так вот поработали мы. Маленько. Маленько поработали. Матвюха. А что тут дверь не закрывается? Земля попала. Ой, сейчас. Да, конечно, тут нет. Хватил. Вот. Матвюха уехал у нас в город с другом. Сейчас в кино поехали. Они опять в глобус. Ой. Так. Сейчас я его позову. Чего-то он тут схалтурил. Плохо снег-то убрал. Сейчас скажу. Ой. Ещё надо будет, знаете, что? Под дверку вон ту утеплять. Там такие щели. Я когда мы теплицу-то эту делали. Мы же её сами делали. Взяла вот эти вот щели. Думаю, чтобы не цеплялся карбонат. Я взяла это. Обрезала сильно. И у меня вот тут вот такая щель получается. С полсантиметра по всему периметру. И это, и то, и двери. А не надо было так делать. Потому что холод потом заходит. Вот. Короче говоря. Вот тут я скотч до сих пор с того года. Скотчем заклеивала тоже, когда сильно морозы были. Всё, боялась, что замёрзнет. Что-нибудь в этом парнике. Это он у меня. Чтобы не замёрзло. Там вообще, помните, в том году минус. Чуть не 15, что ли. Или 12, или было минус. Вот. Но ничего, всё нормально выстояло. Так что вот так. Алюша! Крыша-то, смотрите, у всех уже всё. Снег упал. И вот, короче, вот с этого вот загончика нашего утятника тоже снег сошёл и упал вон от ту деревца. Смотрите, как его придавило. Не знаю, сломало, не сломало. Вот сейчас, кстати, будет большая вот эта проблема. Вот где ещё кусочек лежит. В том, что снег будет сходить, будет многие ветки ломать. Вот боюсь я за свою голубику, что у меня у голубики ветки переломают. А здесь-то вроде бы колонны-то ничего не должно быть. Вот эта вот черешня может поломаться. Тоже на неё упала и, по-моему, сломала точно вот эта ветка. Сломанная вот эта. Ой, вот так вот нельзя рядом с теплицей-то сажать, потому что когда с неё падает, она всё деревья рушит. Может сломать. Наверное, сломала. Так. Курички-то открытые. А давайте посмотрим, что он там прибирал в пятницу. Поглядим. Жимолость уже скоро оголится. Солнышки-то тут. Такие проталины уже. Привет. У вас сушат, да? У вас сушат. Да. Ага. Хорошо. У вас яйца лежат. О, целых три штуки вон. Надо собрать. Пухой, пухой. Так. А этот он ещё не делал, загончик. Говорю, давай уже сделай. Надо купить. Несуши, кто будет новых. Молодок-то. Быстрее начнут нестись. Вот и боюсь, что сейчас начнёт всё это таять. И как бы мне вот эти, где столбики, это же голубичка, всё, она вся под снегом. Как бы мне её всю не переломало. Не знаю, что будет. Такие дела. Ладно, всё, пойду я сейчас домой. Надо суп варить. Там уже всё мясо у меня сварилось, но нет. Пока мы тут колупались. Всё, так. Фима что-то не идёт гулять. Отправлю его гулять. Сейчас что-то он не идёт. Такая теплая. Он сидит дома, что-то играет опять. С друзьями. Ну вот, друзья. Не отпускает. Так, не идёт товарищ. Придётся ему сейчас саму пыльдину отколачивать. Да-да. Не даст он мне сейчас слово сказать. Алёша чистит. Вечер у нас, друзья мои. Что-то сегодня ничего не снимала. Потому что ничего сегодня не делала. Сегодня у меня был день отдыха. Ух, извиняйте. Видимо, вчера не выспалась. Со стримом-то я же легла уже в пол первого где-то уснула, наверное. Короче говоря, с утра вот поделали, а потом силы мои иссякли. Суп только сварили с дедом рисовый и всё. Вот. Всё, уже всех накормили. Подоимся, почистить, подсыплю и пойду домой. Сегодня хочу пораньше лечь спать, короче говоря. Ну, ещё в банюте. Баня у нас остопилась. А мыться только дед помылся. Смотрите, какой ужас тут ещё. Вот. А я хочу вот в той теплице парник делать. Ой-ой-ой, Фимочка. А других-то путей нету её пронести. Тут ты упадёшь. Ой, Нюшу ещё тащит. Боже мой. Вот Веки у нас не приехал ещё. Так всё ещё в городе. Ой, цыпонька моя, иди давай по горочке. Фима, сам не обрежься, там металл торчит, крышечка. Аккуратно. Ой, цыпа-дрыпа. Ой, цыпа-дрыпа. Всё. Такая грязюка, конечно, везде. Что там говорить? Ай, когда хозяйство, всегда грязюка по этим дорожкам навозная. Всё, пришли. Ой-ой-ой. Всё, нагулял. Да? Я думаю, было без варежек. Такое же тепло. Я тоже уже без варежек. Да. Когда этот снег стает. Слушайте, сегодня опять было плюс 7 весь день. Я думала, ну хоть маленько он осядет. Что-то незаметно, чтобы он осел. Не знаю, когда это всё стает. Хочется уже, конечно, чтобы всё стаило и обсохло. И было хорошо. Чисто и везде можно было подойти. Видите, уже вон лампы у людей на окнах с рассадой тоже стали появляться. Так что это... Вот такое небо. Вот такой у нас месяц сегодня маленький. Довольно-таки половинчатый. Половинчатый кусочек сыра. Да. Ну, пойдём к корове подцепим. Да и пойдём в баню с тобой. Сегодня опять тебе мне мыть придётся, да? Смотри, нету. Так что я его пойду шоркать. Ну, а что я сделаю? Матвей, видишь, у нас в кино повадился. Киноманом вдруг стал. Потому что второй выходной подряд ездит в кино. Ой-ёй-ёй. Отойду сейчас, отойду. Фимочка, отходи. А, кстати, ну, 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 уже прошло где-то, например, на, ну, 60 дней с 31 декабря. Да, ты считаешь, что все сосульки-то все отпали с этой крышей и сели. Да и с этой уже более-менее. О, птички всё ещё летают. Ладно, пошла подцепать. Пойдём потом домой. Надо уже будет всё прибрать. И пойти в баню. В смысле, молоко прибрать. Наверное, сепарировать буду сейчас. Вот что я думаю. Придётся просепарировать. Потому что сегодня у меня вечер затишья. В воскресенье, видимо, всем неохота никуда ехать вечером за молоком. Поэтому у меня заказов нет на вечер. Так что вот так. Ну, ладно. Всё сейчас камеру поставлю. Боюсь на улице ставить. Упадёт куда-нибудь в грязь. Или в воду, или капает сегодня сверху. Поэтому сейчас занесу камеру. Так, друзья. Сейчас получила от Алёши, что не закончила ролик. Убежала в баню. Что-то я забыла, честно сказать, что его закончить. Сегодня вообще меня в камере не тянуло. Почему-то никак не было. Настроение что-то какое-то такое. Апотечное сегодня. Не знаю почему. Вот. Ну, в общем, сейчас они в баню ушли. Уже, говорит, не скинул я. Говорит, плохо. Окончания ролика нет. Вот. Давай сиди, говорит, заканчивай. Ну, я сижу, чай пью после бани. Жду ещё Матвея. Вот сейчас у нас 21.15. Всё ещё его нет. Вот. Фима тут вот такую вот башню строит. Здесь, ну, 13. Да, держи высоту. Вот такая у него игра. Я не до конца здесь этажики до сентября. Так. Так, давай. Фимка-то, главное, со мной в баню не пошёл. Говорит, Матвея буду ждать. Вот, сидит, ждёт теперь. Такие дела. Тут у нас Кузьмич. Фима, штанишки пойдём, чтобы у тебя спальняться. Кузя, ты поел? Кузя, Кузя. О, какой суровый, суровый вид такой у тебя, да? Всё, собра. Ой. Фимка уже скучает, говорит, скорее бы в школу, друзьям понести эту игру, хочу, говорит. В общем, в школу торопится. Сейчас уронишь ведь. А сейчас... Тихонько. Какая-то не достаём, как под этим есть. Как пизанская башня, криво стоит она у тебя, да? Здесь. Ничего себе, сколько ты убрал уже? Опа! Ай, вот такая игра. Ладно, всё, друзья, до завтра прощаюсь. Завтра у нас понедельник, но ребятишки ещё дома на дистанте, потому что ещё идёт подсчёт голосов завтра на избирательном участке, а там уже во вторник откроют школу. А вот, а я-то работаю завтра с утра. Фарш занесла, завтра будем на обед, наверное, котлетки делать, не знаю с чем. Картошки нету, надо в подвал лезть из-за картошки. Поэтому пюре, наверное, не будем делать, не знаю, что ли мы такое на гарнире отварим, либо гречи, либо макарошки, не знаю, с этим. Вот. Ну ладно, всё. Давайте всем хорошей рабочей недели. А пока!